Фотография попала в поле современного искусства Дигму искусства, но и прямо ей противоречило. И понадобилось больше ста лет, то есть это где-то середина 20 века, когда фотография вошла в музеи, галереи и тому подобное, в общем, в поле культуры, в поле, точнее, искусства. Происходило это по двум причинам, скорее всего. По существующему общественному устрованию, благодаря существующему общественному устрованию и благодаря, собственно, самой прадигме культуры, которая существовала. Это 1839 год, у нас изобрели фотография. И тогда ее начали упрекать художники сразу же в том, что у нее нет традиций. То есть любая художественная практика подразумевает собой школу, традицию и так далее. У фотографий этого не было. ни традиций, ни критериев оценки, какая хорошая фотография, какая плохая. Легкость производства, произведения фотографии. При этом считали, что это делает машина. То есть человек, он вообще так, только не при делах. Проблемы, которые также возникали с ее легкостью копий. То есть, ну, они, в принципе, и сейчас существуют. Наверное, сейчас даже сильнее. То, что фактически нет оригинала у нее. То есть одни сплошные копии. Ну, наверное, еще стоит заметить то, что говорили, что, дескать, фотография, вот она так отражает реальность все подряд, да? Без каких-то приоритетов, что важно, что не важно. Художник, когда он пишет картину, ну, пусть вот этюд, ну, пленэрит даже, он как-то выделяет главное, там, свет ему важен или форма. А фотография лупит все подряд. Поэтому, в общем, влияние автора, фотографии считали, что влияние автора сводится к минимуму. Вот, и, как я уже говорил, ну, потребовалось, да, почти больше ста лет, чтобы сменилась, собственно, парадигма культуры, сменился строй, да, с индустриального. Сейчас уже, как у нас информационное общество. И вот это произошло. Но основным критерием, я так думаю, это изменения, скорее всего, изменения, которые произошли в культурном поле. И связаны они с явлением, которые, течением в культуре, которые, в искусстве, которые известны как постмодернизм. То есть, вот, постмодернизм является, являлся таким условием рождения, как бы, если там Дагер и Тальбот, это родители фотографии такой вообще, то в искусстве, вот, фотография родилась благодаря постмодернизму. И поэтому, вот, для анализа фотографии в контексте искусства нужно это всегда держать в уме. Так как она генетически, ну, как, если говорить, параллельно проводить биологию, она генетически, как бы, содержится в код вот этот вот ген постмодернизма. Я буду, помимо всего прочего, наверное, достаточно много, как может показаться, говорить о связи, о философии. Сейчас я не буду, наверное, по времени уточнять, почему, но уверяю вас, что это достаточно обоснованная связь. И фотография, вот, в этом ключе очень сильно связана с философией. Вот, да. Да, вот, здесь я привел, это мои, как бы, основные точки, да, которые я, когда, ну, начинал изучать этот вопрос, я для себя как-то выявил. Их, конечно, больше, но, вот, я говорю, основные. Такие опорные пункты, по которым, что отличается современное искусство, там, от классического, я не знаю, засчитывать надо, не надо. Давайте я, может, засчитаю и рекомментирую кое-что. Классическое, реалистическое искусство практически всегда бесконфликтно. Оно не спорится о зрителям, и поэтому оно позитивно. Современное искусство конфликтно, спорно и провокативно. Чтобы понять это искусство со стороны зрителя, требуется не только его готовность к восприятию, но и определенные усилия. Речь здесь, значит, ну, идет о том, что можно представить себе ситуацию. Приходит зритель в музей классического искусства, смотрит, восхищается, со всем соглашается, соответственно, в нем ничего не спорит. Он уходит оттуда оккультуренный, довольный собой, что он прикоснулся к искусству и, может быть, даже там что-то понял. В общем, с чувством выполненного долга. Другое дело, когда искусство начинает вытаскивать из зрителя что-то такое инородное, и чужое, о котором он не только там не подозревал в себе, но и хотел бы вообще не знать. И не то, чтобы начать его, вот это вот дело как-то анализировать. То есть современное искусство всегда обращено зрителю и всегда спорит с ним. Форма высказывания трансформируется в соответствии с настоящим моментом времени истории. И в этом смысле современное искусство — это контекстное искусство. Да, суть здесь контекста в том, что, ну, помимо этого, вот чисто того, что написано и где речь идет, наверное, скорее всего, о временном, временной актуальности, можно также говорить о контексте выставочного пространства. То есть дальше там посмотрим, как художники, когда они там снимают свой проект, как они его показывают. То есть это очень важно. И, наверное, можно вспомнить, опять же, вот эту историю, я не знаю, к сожалению, не загрузил эту фотографию. Это художник Марсель Дюшан и его знаменитый писсуар, который он принес на выставку современного искусства в Нью-Йорке в начале 20 века. То есть это вот только развитие постмодернизма. И вот тогда он, собственно, создал контекст для предмета своего. И фактически он вот ввел, он ввел, что он сделал? Он ввел парадигмы фотографии в искусство. То есть когда вы фотографируете, например, стол или стул, вы фактически делаете то же самое, что делал Марсель Дюшан. В том плане, что он взял один предмет, созданный человек, созданный машиной из тысячи других предметов. И просто поместил его в рамку выставки, выставочный формат. А вы, когда фотографируете, я когда фотографирую, мы помещаем это в рамку кадра. Также выбирая этот предмет из миллиона тех, что нас окружает. Вот, собственно, о Дюшане и о контексте. И еще, наверное, третий момент контекста. Это то, что здесь нужно добавить определение произведения искусства в контексте собственного отношения художника к переживаемому событию. То есть не только актуальность во времени и фиксация чего-то. Но вот очень важно, когда присутствует личность, все-таки сам художник в своем проекте. И его переживание, это видно всегда, это очень важно. Искусство, кроме прекрасного. В искусстве, кроме прекрасного, существует еще понятие возвышенного. Это прямая отсылка к Эммануилу Канту, его труду «Тритика способности суждения». 1790 год, на минутку. Вот, где он вводит, собственно, вот эти... Он там вообще много чего вводит. Это занимательная книжка, занимательный труд. Он достаточно противоречивый, но он первый, кто вообще вот начал пользоваться этими категориями. Там категория вкуса, эстетическая идея, прекрасная, возвышенная, там математически возвышенная, динамически возвышенная. Ну, в общем, это... Сейчас, наверное, вообще... Ну, нет смысла это все цитировать. Просто запишите себе, кому интересно, что это идет именно от Канта. Потом, конечно, с тех пор ни один философ это переосмыслил, особенно понятие возвышенного, так как у Канта там все так вот достаточно все еще, как сказать, разбыто. Дальше как-то потом Швиллер, сейчас наш современник, это Жан-Суа Леотар, они как-то уже более концентрированы. Прям Леотар вообще работает вот именно в контексте космодернизма, это все разбирает. Современное искусство, а в большей степени кураторское искусство. Увы, но это так. То есть художник здесь, ну, сейчас, да, в наше время, это орудие в руках кураторов. То есть куратор выбирает под себя художников, он находит их под свой проект, о том, что он хочет сказать, что он хочет донести. Он берет одного человека, не берет другого. Ну, так, если на пальцах. А куратор формирует... Ну, собственно, он делает легитимным художника, творчество художника для культурной общественности. Он говорит, что это да, а это нет. Вот. Ну, надо сказать, что к чести кураторов, все-таки это люди невероятно широкого кругозора. Ну, просто это там несколько наук, психология, антропология, социология, история искусства там и так далее. То есть и плюс там четыре языка, как минимум. И, опять же, куратор объясняет зрителям, то есть ни вы, ни я, допустим, да, мы не можем, ну, точнее, не каждый имеет вот такой багаж, да, такой бэкграунд серьезный. Вот он приходит и говорит, что, вы знаете, вот это гениально. Вот. Ну, и, в принципе, если сейчас вот так получается, что даже у, казалось бы, независимых стран существуют свои кураторы, то что уж говорить о людях. Так. Теория, да, теория никогда не была важна для искусства, как сегодня. Это парадокс, это, ну, серьезная проблема. Тут прячутся большие виллы, на которые можно напороться, прям вот, не глядя. Но, тем не менее, это так. И, если коротко, то это происходит потому, что вот в старые-давние времена, там, в прошлую эпоху, опять, что заниматься, что значит, что художник, что значит делать искусство. Это, опять же, следовать традициям, принадлежать определенной школе. Даже если школа развивается и у нее визуальный язык там как-то меняется, а все равно она достаточно сильна в новую эпоху. Ну, новая эпоха, наверное, это все-таки к постмодерну относится. В наше время я буду называть новейшим. Ну, сейчас потому что уже считается, что у нас уже не постмодернизм. То есть считается, что постмодернизм прошел. И сейчас, ну, кто как называет, там, постпостмодернизм, неопостмодернизм, как-то нет определенного согласия, но, я думаю, где-то вот с нулевых годов, то есть где-то с 2000, можно считать конец постмодернизма. Ну, так вот, в новую эпоху делать искусство означало протестовать против того, что делали до тебя. То есть и здесь стратегия, в общем-то, ясна. И в первом случае понятно, что как развиваться, и во втором понятно. А сейчас у нас такое интересное время, когда существует тысяча школ, циркулирующих по всему миру, и, соответственно, столько же форм протеста против них. Поэтому тому, кто хочет сейчас заниматься искусством, как ни странно, ну, ему далеко не очевидно, в общем, что делать. И вот это как раз-таки здесь, ну, заключается парадокс. То есть теория, получается, да, теория запрягается в период художественной практики. В то время как, ну, все нормальные искусствоведы, точнее, олдскульные, так скажем, они считали, что, ну, а где же гений, да, где полет идеи, то есть это необъяснимость, это вдохновение, эмоциональность. Ну, в общем, ну, так далее, да. И тут раз и запрягли вот эту теорию, оказывается, все вот тут объясняется, это, оказывается, гений можно объяснить. Но это мнение не совсем правильное, потому что теория, теории рознь. И вот то, что я имею в виду, да, то, что имеется в виду вот в этом тезисе о теории, эта теория не рассказывает о том, как делать шедевр. Она не рассказывает последовательность, которой должен двигаться художник. То есть там список какой-то, совсем нет. Она разъясняет положение дела, как бы в мире, да, формирует мировоззрение и положение художника в искусстве. То есть, ну, ступень, на какой он находится, может быть, какой-то приблизительно там похожие ветки есть, вот, которые этим же занимались. На место, да, показывает место искусства, место художника, в общем, в текущем искусстве. Это не какая-то конкретная теория даже, а скорее критическое мышление. Критическое мышление, собственно, как раз-таки и критикует логику, рациональность, рассудок. То есть все то, против чего бунтовало классическое искусство, собственно, ничего не поменялось. То же самое, так же теории, в общем-то, и переходят в современность. И причем, да, современность это так достаточно условно, потому что... Ну, критическая теория появилась в XIX веке, во время упадка, ну, начала упадка гегельской философии. И первым ее... ну, наверное, не первым, но основными, да, вот, наверное, всем известны имена двух мыслителей. Это Фридрих Ницше и Карл Маркс. То есть вот они, собственно, первые товарищи, которые формировали критическую теорию мышления. Для того времени, конечно. Но некоторые их тезисы актуальны прямо по сей день. Искусство бесполезно. В общепринятом смысле никому ничего не должно. Оставлю без комментариев, тут, по-моему, все ясно. Его ни к чему не приложить, и польза от него весьма условная. Ну, и последний тезис, очень... Он последний, но он, как понятное дело, важный. Фактически вывод из всего сказанного, да. Современное искусство ставит своей целью несуществующее и часто даже неизобразимое. Нет смысла показывать изобразимое.